Всем привет, друзья и товарищи, с вами Рин, и под эту заунывную музычку, которая, честно говоря, очень напоминает мне Гориллос, как и общий стиль этой игры, вот почему-то дико напоминает, мы начинаем вторую серию Салли Фейс. Значит, в прошлой серии Салли вместе со своим отцом переехал в новый дом, в новую квартиру точнее, успел познакомиться с соседями, одни из которых оказались приятными людьми, вторые не очень, но и успел завести себе друга, ну или во всяком случае потенциального друга по имени Ларри, который живет вот в этой квартире 1Б, которая расположена в подвале. Ларри дал нам задание, насколько я помню, в прошлой серии, куда-то пойти и что-то выяснить, потому что, как мы помним, в этом доме в одной из квартир произошло убийство. Убили одну из соседок, и никто, естественно, так как убийство случилось вот-вот, никто еще ничего не понял, кто это мог сделать. Но Ларри что-то видел, и он хотел бы провести свое собственное расследование и взять Салли себе в напарники, так сказать. Я вот, честно говоря, начала думать про себя. Вот если бы я переехала в новый дом и познакомилась в этот же день с кем-то из соседских детей, меня бы подбили куда-нибудь пойти и что-то расследовать. Сначала я думала, что нет, я бы на такое не согласилась, вообще это все звучит слишком нереально. А потом я вспомнила, что была, в общем-то, довольно доверчивым ребенком, который, наверное, бы, если бы ему сказали, сходи, пойди, посмотри, что там, он бы пошел. Вот, да. Поэтому, наверное, неудивительно, что Салли, ну, ему, в принципе, хочется завести друзей. У него такая травма в жизни произошла, умерла мама, и к тому же вот эта маска на лице. Но я даже не знаю, вследствие чего он мог получить такую травму. Мне вот единственное, что кажется, что у него просто лицо в пожаре очень сильно обгорело. Настолько, что пересадка кожи там уже, в принципе, невозможна. Поэтому он носит маску. Либо там все-таки именно шрамы, которые он мог получить, я даже не знаю, кто-нибудь ножом, может быть, изрезал ему лицо, хотя кто и зачем. И при всем при этом Салли еще считают убийцей своей матери. Вроде бы кто-то так считал, или это было все в кошмарах Салли, я уже точно не помню. В общем, как бы там ни было, тут у нас куча вкусной и вредной еды, хотя я не особо голодный. Вообще, сколько ему лет, интересно? На вид так лет... Ну, от 10 до 12 я бы ему дала. А Ларе, понятное дело, старше. 14-15, может быть. Так, стиральная машина. Ну, здесь, насколько я помню, нет ничего такого, за что мы могли бы зацепиться. Поэтому нам сейчас нужно просто подняться на этаж выше. На какой, вот если честно, я даже и не помню. Хоть убейте, я не помню, куда мне сейчас идти. Надо было все-таки перед началом записи пересмотреть хоть предыдущую серию. Но тут у нас живет хозяин, это хотя бы понятно. А в 104 мы не стучали? Никого нет дома. А, здесь по-прежнему стоит этот самый детектив. Хотя, казалось бы, он уже давно мог бы свалить, наверное. Я не помню, где убийство произошло. На втором этаже или на четвертом? Нет, на четвертом живет Салли. На четвертом живет Салли. Думаю, никого нет дома. И в какой квартире убийство произошло? Тоже не помню. О, я случайно пропустила текст. Я думала, я сюда еще не стучала. А там какой-то Чарли, да? Типа спрашивает, кто там. Салли говорит, да, я... Только что заселился. Чарли говорит, ладно, входи. Оу. А, я помню этого чувака. Он тоже был в моментах в этих реакциях летсплейщиков. С ним тоже что-то связанное было. Он... Господи, сколько у него... У него коллекция фигурок. А, он увлекается этими пони. Мой, мой там... Как это правильно называется? Мой маленький розовый пони? Или не совсем так? Я на самом деле была удивлена, когда узнала, сколько многих... Сколько взрослых людей тащатся по этому мультику и относятся к нему вполне серьезно. Потому что, блин, там пони! Хотя, типа, и говорят, что там эти пони, они как... Они такие антропоморфные, и там затрагиваются всякие насущные проблемы. Но, тем не менее, из-за того, что там пони в главных этих ролях, я не могу серьезно этот мультик воспринимать. Тем не менее, у него тут очень много всех этих поней. Вон какая-то черепаха, какой-то, не знаю, Дарт Вейдер. Не совсем Дарт Вейдер, конечно. Мышь, вылазящая из сыра. Два каких-то медведа-близнеца, судя по всему. Только усы у них разные. Слушайте, на Марио и Луиджи похоже, вам не кажется? Хотя у Луиджи... А, у него вроде бы и зеленая шапочка. Тут просто плохо видно. Плохо видно, но, мне кажется, это вполне могут быть Марио и Луиджи. Только в виде медведей. Какой-то змей или дракон, который охраняет какую-то гору. Ну и какие-то еще хэллоуинские страшилки. Он даже сутона стоит на самой верхней полке. Так, ну че ж, Чарли, будем знакомы. Привет, меня зовут Сал. Мы с отцом переехали сюда сегодня. И что это ты напялил на свое лицо, парень? Странно, сначала его имя было на английском, а потом все-таки удосужились на русский перевести. А, я понял. Вы ведь, подростки, и постоянно ищите способы самовыражаться? Я ведь и сам когда-то был молод. Я все понимаю. Главное, чтобы эта маска не означала принадлежность к преступной банде. Ты ведь не вступал в банду? Нет-нет, что вы. Чудненько. Ну, а я Чарли. Не трогай мои вещи, и мы поладим. Господи, у него там носок щутырявый. Ужас. В майке алкоголички такой сидит. Я коллекционер. И коллекция у меня большая. Я вижу. Мне кажется, это еще и далеко не все. Эти вещи мне как семья. Поэтому, если ты хоть пальцем тронешь мою коллекцию, считай, что наехал на мою семью. Уяснил? Да, сэр, не вопрос. Я не доставлю вам хлопот. Ну, как бы что-то комментировать. Каждый живет так, как он хочет. Наверное. Но это тоже не совсем справедливо. Вот и славно. Даже жалко мужика. Эта коллекция... А, там еще ангелок стоит. Я думала, там только сатана. Узри величие моего полного набора поняшек-блестяшек. А, поняшки-блестяшки. Точно. Собрать полный набор поистине великое достижение. Смотри на них, сколько влезет. Но трогать не вздумай. А что за поняшки-блестяшки? Господи, пацан. Ты что, не смотрел поняшек-блестяшек-радужное представление? Лучше мультика и не придумаешь. В нем полно драмы, экшена, романтики, юмора, да и всего остального, чего только душа пожелает. А поняшки, ох, поняшки. Они божественные. М-да. Кажется, я его пропустил. Посмотрю, посмотрю при первой же возможности. Уж пожалуйста. Поверь мне, ты не пожалеешь. Мужик конкретно свихнулся на своей коллекции и на всех этих поняшках. Тебе бы как-то, я не знаю, все-таки начать вливаться в социум. Потому что коллекции поняшек это хорошо, но с живыми людьми общаться тоже нужно. С другой стороны, кто я такая, чтобы что-то советовать чужому человеку. Так, о чем с ним пообщаться там можно? Ну, давайте начнем с этого. Вы живете здесь один? Один? Да, ты оглянись. У меня отличная компания, а другой мне не надо. Но вообще, да. Славно, что время от времени ко мне заходят гости. Он, знаете, напоминает постаревшего... Как его звали? Стюарта? Фамилию не помню. Стюария Большого Взрыва, у которого был свой магазинчик комиксов. Это, короче, он просто постарел, вышел на пенсию, забрал все свое добро себе. И вот теперь сидит тут одинокий. Милая квартирка. Это мой личный рай. Только я и мои вещи. Наверное, это мой рай. Да, да. Да, понимаю. Ты лишился дара речи, увидев мою шикарную коллекцию. Конечно. Ты, главное, не переживай. Можешь заходить ко мне и смотреть на нее в любое время. Спасибо за приглашение. Окей, я скоро вернусь. Все, здесь больше нам делать нечего. Ух ты, блин, такой телек большой. И видик внутри стоит. Понятно. Значит, это все. Дальше он меня не пропустит. Ладненько, было приятно пообщаться. Пойдем дальше. Значит, ты живешь в квартире 204. Квартира Чарли. Все, это мы теперь запомнили. Поехали дальше. Я надеюсь, здесь в игре действие будет происходить не в рамках все-таки одного дома. Это было бы, наверное, скучновато. Хотя, как сказать. Ага, теперь ты моешь здесь. Забыла, как ее зовут. Линда, что ли? Никого нет дома. А, или она и раньше тут мыла. Лиза ее зовут. Надо ей сказать... Да, надо ей сказать, что мы с Ларри познакомились. Это же ее сын. Я познакомился с Ларри. О, прекрасно! Я рада, что вы познакомились, ребята. Я тоже. Хорошо снова с кем-нибудь подружиться. Ларри классный парень. Я знала, что вы двое поладите. Вам чем-нибудь помочь? Хочешь пошутить... Хочешь пошутить насчет того, что я так долго тру одно и то же пятно? Да, я бы хотела. Ну... Я трудолюбивый человек. Но, если честно, мысли порой куда-то уносят меня. И я теряю счет времени. Круто, у меня так же бывает. Я вижу, ты творческая личность, как и мой Ларри. Хорошо, что вы поладили. Порой я переживаю за него. Из-за чего вы переживаете? О, мне не стоит тебя этим нагружать. Давай думать о хорошем. И... И все? А, и все. То есть, вот в последнем варианте я могла выбрать только одно. Одну фразу. Переживает из-за Ларри. Из-за чего? Из-за того, что сама его, типа, растит? Ну, многие... Подожди, а может на пятом этаже убийство произошло? Или на четвертом все-таки? На том этаже, где Салли живет. Тут, блин, хоть убейте, я не помню. Никого нет дома. А, произошло убийство в 403. Все, я поняла. А мне, скорее всего, сейчас надо на пятый этаж. Нет, не на пятый. По-моему, мне надо все-таки в свою комнату для начала. А потом уже куда-то... Куда-то в другое место. Сейчас проверим. Но явно не сюда. Где наша комната-то была? Вот здесь. Котик спит. Гизма, я смотрю, ты уже освоился. Здорово тебе, наверное. Или нам не сюда? Нам не сюда? Если нам не сюда, тогда миль... Пардон. Комната отца. Папа. Папа уснул? По крайней мере, он пытается. Не пьет, старается продолжать жить. Верить в меня. О, четвертак. Мое. А, то есть, ну ты хотя бы не прям у него откуда-то из карманов спер, а... Взял с пола. А четвертак тебе зачем? Чтобы купить себе еды, что ли, в автомате? У вас же тут дома вроде есть какие-то продукты. Обыкновенные продукты. Ну, ладненько. А, зачем я в ванну зашла? Мне же сюда не надо. Мне сюда не надо. Так, ну, наверное, давайте попробуем сейчас на пятый этаж подняться. Да, в настоящее время этот этаж ремонтируется. Точно, в какой-то из этих квартир мы увидели сначала бомжа, который исчез, а потом вроде как призрака. Я еще такая подумала, о, неужели эта игра по атмосфере чем-то будет напоминать Night in the Woods. Ну, вроде бы Салифейс вышла в 2016, там, если я ничего не путаю. А Night in the Woods в 17. Может быть, конечно, они чем-то и правда похожи. Заперто. Подожди, все заперто? Мы же куда-то могли зайти. Может, сюда? А, сюда. И чего? И здесь никого. И дверь заколочена. И страшный эмбин. Кстати, там что-то на газетах написано. Where? Что-то там. Do или go? Do now. Типа, что теперь делать? Десктоп for... Что-то про смерти. Но написано плохо. Тут надо прям с лупой сидеть и разбирать. Потому что такой почерк. А, по ванной зайти нельзя. Но тут есть просто отпечатки. Окей, окей. Странная, жуткая квартира. Ну, раз нам дали четвертак, тогда я не знаю. Тогда спускаемся в подвал и будем себе пытаться что-то из торгового автомата выбить. Не вижу других путей. Хотя тут еще стиральная машина есть. Я по-прежнему не голоден. Сберегу-ка четвертак для чего-нибудь другого. Блин, а для чего тебе четвертак-то в таком случае? Может, надо было все-таки в комнату зайти? Ларри, извините, что я туплю, но я правда пока не соображаю, что делать. Ларри, может, ты мне... Ну, тут такая же кухня у них. Да, может, ты мне как-то чем-то поможешь, а? Потому что я запуталась. Гостиная, картина. Это мы все осматривали. И с ним мы тоже разговаривали. Заговаривали. Значит, ничего. Комната Лизы. Ну, понятно, в комнату Лизы мы не сможем зайти. Ой, мама мия. А чего я могла пропустить? Ты точно не хочешь? Может, стиралка? Нет, не стиралка. Я прям теряюсь в догадках. А если к этому постучать еще раз? Добрый день, молодой человек. Новый житель апартаментов Эдисона из квартиры 402. Чем могу помочь? А, чай Эдисона. Вот зачем четвертак нужен. Простите, что тупила так долго. Чай Эдисона. Будьте добры. Спасибо. Да, минуточку. Держите, сэр. Приятного чая пить. Я бы не рискнула из такой кружки, наверное, пить чай. Хотя, блин, вот тут в инвентаре она выглядит намного более привлекательной. А, нам же можно было сразу заглянуть в инвентарь и понять, что нам надо делать. Включить рацию в 402. То есть в нашей квартире. Все, я поняла. Можно сказать, я впустую прошагала 15 минут от серии просто. Так, комната Сала. Так странно, конечно, звучит. Комната Сала. Но как уж есть. Рация, которую дал мне Ларри. Я могу нажать shift, чтобы связаться с ним. Все, теперь я вспомнила. И... А, сначала надо выключить инвентарь, видимо. Так, я у себя. Ладно, приступим. Я сейчас позвоню им. Погоди минутку. Готово. Я слышал какую-то толкотню. Похоже, наш план сработал. Теперь иди в 403. Он хотел... Понятно. Он хотел отвлечь полицейского. Чтобы мы смогли пробраться в квартиру, где было совершено убийство. Ну, под клейкой лентой, конечно. Ты, главное, постарайся ее сильно не трогать. А то полиция еще что-нибудь заподозрит. Хотя, знаете, они могут вообще припереться в тот момент, когда мы будем непосредственно в этой квартире. Ох, е-мое. Сколько крови. Тут сломанный журнальный стулек с книгами. Как думаешь, это важно? Да нет, просто хлам. Ладно, тогда ищи дальше. По-любому должно быть что-то еще. А, ну давайте осматриваться. Там картина. Какой-то рыжий мужчина. И вот эта женщина, судя по всему, хозяйка квартиры. Чувак, это просто жесть. И не говори. Тело обвели мелком. Здесь... Здесь стояли пони? Эта бабуля что? Была как-то связана с тем парнем, которого мы видели сидящим... Господи, в кресле... Которого Ларри... Тьфу, Ларри, говорю, звали. Чарли его звали. Я уже начинаю в именах путаться. Может, она мама Чарли? Просто они жили в одном доме в разных квартирах. Тут эти фигурки. Похоже, одной не хватает, потому что тут будто бы след от нее в пятне крови. Хм. Ага, я понял, как нам его найти. Сматывайся оттуда и спускайся ко мне. Но Играш не может сказать, что это был Чарли. Это было бы слишком просто и слишком банально. Вполне возможно, что Чарли кто-то хотел подставить. Я не верю, что этот толстяк был способен на такое. Так глупо себя подставить, это еще постараться надо. Это надо быть совершенным идиотом. Хотя, может быть, он особым умом-то и не блещет, конечно. И Сандерсон, и Чарли коллекционировали эти странные игрушки. Они прям поехали на этой теме. А миссис Сандерсон достала какую-то суперредкую. Это она мне рассказала, когда я ее туалет чинил. Я уверен, что Чарли хотел заполучить эту фигурку. Вообще, я не удивлюсь, если он замочил ее именно по этой причине. У меня от этого чела мурашки по коже. И есть в нем что-то настораживающее. Смекаешь? Ого, жесть. Этого мужика по-любому должны задержать. Мы же не можем жить с соседом-убийцей. Точняк. Поэтому ты должен проникнуть в квартиру Чарли и поискать ту игрушку. Стой, а почему снова я? Я ведь уже был в 403-й. Действительно. Чарли терпеть меня не может. Однажды он обвинил меня в краже его закусок. Ебнутый жиробас. Ладно, ладно. Сделаю. Иначе точно не усну. Супер. Сайли, ты мужик. Возьми этот пакетик. Ты сможешь положить в него фигурку, не трогая ее пальцами. А может перчатки хотя бы взять какие-нибудь? Не? И почему у меня такое чувство, что ты уже подобное проворачивал? А может быть это Ларри во всем виноват? Не, я просто слишком много смотрю телек. Да? Что-то как-то подозрительно. Взять игрушку Чарли в 204-м. Пакетик. Слушайте, этот пакетик такой, как будто бы... Ладно, у меня нехорошие ассоциации. Ютуб не любит это слово, которое я хотела сказать. Поэтому ничего не скажу. Значит, идем снова навещать Чарли? Не, ну я не верю, что это он. Как-то это глупо слишком. Ну, привет. А так, а как мне его? Мне его, наверное, надо как-то выманить отсюда, чтобы он позволил мне на фигурке-то посмотреть. Или нет? М-м-м, я учуял чай Эдисона? Да, эту чашечку мне дал. Ну, Эдисон-то понятно. О-о-о, обожаю чай Эдисона. Давай сюда. А, это было так легко. Понятно. Ах, как вкусно. Расслабляет. Расслабляет. Тут этот, вставка должна быть. С Никитой Литвинковым. Про чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Подожди, он уснул? В чай снотворное было? Или нет? Эдисон специально спаивает своих жильцов? Эх, видимо, я ненадолго задремал. Надеюсь, ты не думал трогать моих пони, пока я спал. Ведь ты начал мне нравиться. И в мыслях не было, Чарли. Отлично. Я рад. Слушай, если ты достанешь еще немного чая, я буду крайне благодарен. А то мне мистер Эдисон сказал, что на сегодня все. Твою ж мать, надо было по-быстрому, значит, взглянуть на эти фигурки. А как я тебе достану еще чаю? У меня больше нет четвертака. А, еще есть четвертак? То есть четвертак все-таки не для чая. Я почему-то думала, что мы заплатим, типа, хозяину, и он нам даст чай. Но нет. Я вас поняла. То есть вы хотите, чтобы я все время бегала за чаем и успевала смотреть на фигурки, пока этот Чарли дрыхнет? Я даже не знаю. Мне кажется, это будет не так просто. Мы посмотрим. Так, чай Эдисона. А, то есть мне ты... Мне ты без проблем дашь вторую чашку. Может быть, у него лимит есть все-таки на эти чашки? Наверное, должен быть лимит какой-то суточный. Ну ладно. Попытка номер два. Я принес еще чая. Чудненько. Пока он пьет, я... Ну понятно, я ничего не могу. Надо, значит, быстро реагировать. Ах, расслабляет. Ах, расслабляет. Бегом. Я не успела! Я не успела! Подожди, а... А как? А что? А в смысле? Взять игрушку Чарли в 204-м. Так я пытаюсь? Блин. Он мне не дает. Это ж явно вот с этим шкафчиком связано. Явно с этим. Может, блин, а как же... Может, надо как-то так отойти из его поля видимости, чтобы попытаться ее взять? Нет? А вот на эти игрушки я взглянуть не могу. Только на пони, да? Ой, мать моя женщина. Это будет сложно, ребята. Ой. А что это было только что? Почему оно пропустилось? Заметано. А что заметано? Я так и не поняла. А что заметано? Ну, придется еще раз пойти. Мне кажется, мистер Эдисон уже к этому моменту должен был стать... сильно подозрительным. Че это к нему приходит новый жилец и постоянно чая просит? Сам-то Салли, видимо, никак не может выпить этот чай. А хотя, знаете че? Можно ж напоить этого Чарли до такого состояния, что ему захочется, собственно, справить нужду. И тогда он действительно уберется с этого кресла. И мы тогда сможем на все посмотреть. Ах, расслабляет. Слушайте, мне тут в голову пришла мысль. Наверное, надо взять снотворное из своей квартиры. Надо взять снотворное и бросить в чай. Если этого чела вырубают так ненадолго, то значит, надо сделать так, чтобы его вырубило надолго. По идее. Если он в туалет никак не хочет уходить, значит, наверное, нужно только так сделать. Вот. Может пригодится, если я найду, с чем смешать. Ну, слава тебе, господи, я додумалась. Значит, чай нам будут давать всегда и постоянно. Так, ребят, я провернула еще раз эту манипуляцию, еще раз сходила за чаем и вернулась в квартиру, еще раз нажала на снотворное. Надо было вот так, значит, все-таки сделать. Эти таблетки наверняка вырубят жирного ублюдка. Вот. Теперь, по крайней мере, видно, что он их действительно использовал. И неужели, слава богу, у нас что-то получится. Меня прям что-то это выбесило все. Вроде, задача несложная, но какая-то сильно тупежная. Принес еще чашечку чая. Надеюсь, сейчас ты заснешь. Это прозвучит странно, но, несмотря на всю свою любовь к этому чаю, я не знаю, влезет ли в меня еще одна чашка. Ты их уже столько выпил, все в тебя влезет прекрасно. Правда? Но ведь он такой свеженький, вкусный, горячий. Ну, возможно. Хотя нет, я не хочу переборщить. Я и так выпил за сегодня чашек так двадцать. Вы уверены? А ведь эту порцию мистер Эдисон заварил по новому рецепту. Я уже выпил три чашки, и, как мне кажется, этот вид чая гораздо лучше остальных. Я даже... О, я обязан его попробовать. Давай сюда. Аааа, как вкусно! Не знаю, как он... Ну все, наконец-то ты задры... Все, мы все взяли, да? Игрушка у меня. Один ноль. Какую-то он, значит, с верхней полки взял. Я так и не поняла, что это было. Кто там что говорил Салли по рации, потому что строчка мгновенно проматывалась, и Салли говорил, замет она. Скорее всего, ну, кроме Ларри-то понятно, что некому его было больше вызывать. Но что он там говорил, я так и не поняла. Тем не менее, игрушка у нас... Какой, господи, страшный единорог. И действительно на нем пятна крови. Игрушечный пони, которого Чарли забрал у миссис Сандерсон. Жутковатая вещица на самом деле. Мне кажется, он просто пробрался в ее квартиру уже после того, как было убийство совершено, и просто забрал этого единорога. И ему было плевать, запачкан тот кровью или нет. Это называется безумный коллекционер. Он просто поехавший был на этой теме. Вот и все. Но вряд ли он мог убить. А, не сюда, простите. Ну, чересчур банально же. Найти убийцу вот прям сразу же. С самого начала. Так, ну что, я достал игрушку. Отлично, мистер Ловкач. Я знал, что ты справишься. Спасибо, чел. Я там даже на секундочку занервничал. Еще бы. Осталось только отдать ее детективу, и дело сделано. И ты думаешь, Чарли сразу же обвинят? Давайте про провидений спросим. Что? Опять? Только не это. Это тебе пых рассказал? Нет, просто у меня какое-то странное чувство. А что еще за пых? Который пыхает, типа. Толстяк с третьего этажа. Трудно не заметить. Я в призраков не верю. Еще ни одного не видел. А мы на третьем этаже, по-моему, не видели никого. Нам не с кем было общаться и с соседей. Ну, наверное. Включишь еще смысловую фальсификацию? Конечно. О, давайте, давайте еще раз. Хочу башкой помотать под музыку. Еееей! Как это классно! Да-да-да-да! Ну, ладно. Теперь-то что нам делать-то? Подождите. Увидимся. И все. Ну, игрушку, значит, теперь мы должны понести детективу. Допустим. Допустим. А что нам детектив на это скажет? Ай-яй-яй, как нехорошо по чужим квартирам ходить. Ну, давайте попробуем. Здравствуйте, детектив. Привет, Сал. У меня есть улика. Давайте не будем говорить с уверенностью, что знаем, кто это сделал. Посмотрим. Это из квартиры Чарли? Откуда она у тебя? Я просто ходил и здоровался с новыми соседями. Ну, понимаете, знакомился со всеми. И к Чарли тоже заглянул. Он показал мне свою коллекцию игрушек. И я заметил, что на одной из них кровь. Я подумал, что это наверняка поможет расследованию. Поэтому и положил ее в свой пакет из-под ланча. Так-так. Юный детектив берется за дело? Ха-ха. Неплохо, пацан. Приму это к сведению. Но давай в следующий раз ты сперва сообщишь обо всем нам, а не подвергнешь себя опасности. Хорошо, сэр. Договорились. Так, а что же будет теперь? Что теперь будет с Чарли? А, детектив просто свалил. И мы можем посмотреть на новооткрывшуюся нам локацию. Да тут просто почтовые ящики, которыми мы, в принципе, пока не можем воспользоваться. Добро пожаловать домой. Почему надписи не перевели? Don't post over... Что-то там... Missing sandwich. Пропавший сэндвич. Кто-то у кого-то из соседей спер сэндвич. Please better mail around back. Baby... Что-то там wanted. А, ну понятно. Кому-то нужна няня. Бэбиситтер. Local show. И все. О, а на улицу мы выйти можем? Нам дадут? Давайте попробуем. Да-а-а-а, смотрите. И тут стоит детектив. А музыка такая приятная. А, мы можем... Мы можем пройти мимо. Я уже думала, нам будут загораживать. Чарли повязали! Чарли повязали. Ну, я не думаю, что это он виноват. Я вот прям не верю в это. Не может такого быть. Морг. Поблизости никого не было, так что я заглянул в окно фургона. О, господи, зачем? А-а-а, а почему? Почему? Я ж хотела еще поговорить, там походить со всеми. Подобное зрелище ужаснет любого. Что уж говорить о подростке. Пятнадцать лет? Пятнадцать лет? То он не был похож на пятнадцатилетнего. Я говорю, я ему максимум двенадцать бы дала. Пятнадцать лет стать свидетелем двух чудовищных сцен. Это наверняка оставило свой отпечаток. Да, возможно. А еще спустя годы были найдены новые улики. Так, что было доказано, что Чарли обвинен ложно. Я же говорю. Невиновный человек, столько лет просидевший за решеткой. Что ты чувствуешь, когда думаешь об этом? Я не верю, что это был не он. Интересно, почему? Я, наоборот, убеждена в обратном. Ага, ты уже говорил. А что насчет Ларри? А что с ним? Как я и говорил, мы дружили, пока учились в школе. А после? Перестали общаться. Потеряли связь после выпускного. Даже не знаю, где он сейчас. Кажется, тебя напрягают упоминания о нем. Я просто не понимаю, зачем спрашивать одно и то же из раза в раз. Мне казалось, вы должны помочь мне. Я понимаю твои чувства, Сал. Правда. И я хочу помочь тебе. Но вижу, что что-то не дает тебе двигаться дальше. Я не смогу помочь тебе, если ты не будешь до конца откровенен со мной. Понимаешь, к чему я клоню? Да, возможно. К сожалению, на сегодня наше время истекло. Подождите. Я... Ларри... Прости, здесь строго следят за графиком. Пожалуйста, прибереги мысли для следующей встречи. Следующая встреча будет последней перед твоим судом. Позволь помочь тебе. Судом? А в чем обвиняют Салли? Господи, и на нем эта маска, и... Как будто бы он ганнибал-лектор какой-то. Вот правда. Я не думаю, что ты убийца, Сал. Ну, я надеюсь, не его же в этом убийстве хотят обвинить. Он же только-только в тот дом переехал. Не может быть. Похоже, только вы так и думаете. Вот так дела, ребята. Наш Салли сам убийца? Может, его все-таки в убийстве матери обвиняют? Я просто не могу понять, в чем еще можно было бы. Сал? Салли, где ты? И в этом сне у него уже что-то не так с лицом. Господи боже. Но я так поняла, что это сон. Скорее всего. Мама, может, зовет. Мама. Милый, далеко не отходи. Я хочу взглянуть на песика, мам. Ты его не слышишь? Давай дождемся отца. Он будет здесь с минуты на минуту. Но я очень хочу. Пожалуйста. Пожалуйста. Можно я поглажу песика? Ну, ладно, Сал. Сейчас только корзину возьму. И мы сможем пойти вместе. Ура! Я буду у деревьев. Мама такая красивая блондинка. Но, наверное, здесь у него с лицом все еще в порядке. Просто оно... Ну, это просто такая техника рисования, что ли. Оно выглядит таким несколько затемненным. А я правильно иду? Может, мне надо было направо? Песик действительно где-то гавкает. И в самом начале мы видели огромного пса. Что-то это должно означать. Что, может, пес виноват в том, что у Салли такое лицо? Может, собака его искусала действительно? Мало ли. Или волк какой-нибудь. Мама, что ты не идешь? Ты же пообещала. Я, видимо, все-таки не туда пошла. Недолго нам так идти? Наверное, долго. Он как будто за нами следил. За кустами. Ай, ё-моё! Вот оно, окровавленное лицо. Просто в кашу, в месиво. Рисовка, конечно, простая до невозможности. Но в этом есть своя прелесть. Это он на мосту на каком-то? Или на какой-то крыше? Что это? What the fuck вообще? Какие-то кости валяются. Ох ты, блин. Машина скорой помощи. Упс. Спасибо, что пришел, чтобы помочь с туалетом. Wait a minute. Это ведь Ларри должен был ей с туалетом помогать. Причем здесь мы. Всегда пожалуйста, миссис Сандерсон. И глазом моргнуть не успеете, как я разберусь с ним. Прекрасно. Герман бы сделал это и сам. Но, к сожалению, его пальцы словно банановая кожура. А на улицах очень опасно. Я понимаю. Спасибо большое, Ларри. Ванная там. Почему нас называют Ларри? Может, на самом деле, Салли все это время жил здесь. И его на самом деле звали Ларри. Может, у него какое-то раздвойнее личности или шизофрения. Или что-то еще. Как понять? Как понять, что здесь происходит? А давайте, знаете что, ребята? Давайте мы это оставим на следующую серию уже. И там попытаемся со всем разобраться. Потому что что-то у меня мысли реально в кучку. Я, конечно, попытаюсь вырезать большую часть своих бесполезных блужданий. Потому что, действительно, это был просто какой-то фейспаум, как я пыталась все это время решить простейшую задачу со снотворным. Поэтому, надеюсь, в дальнейшем у меня таких затыков не случится. Ну, а если случится, то, я надеюсь, не часто они будут случаться. Что ж, спасибо всем, кто посмотрел эту серию. Буду рада, если напишите какой-нибудь комментарий. Увидимся в следующей.